Девушки отдыхают... 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 Вот... Ну вот... Это вот... Образцы... В какой-то момент... Я оставил... Эту... Затею... А через некоторое время... Я... Придумал... Дай-ка я такие... Все-таки... Сделаю для детей... Цветное... Что-нибудь такое... Более веселое... Легкое... Начал пробовать... Другую технику... И вот... Пришел к такой... Что... Использовать цветные карандаши... И местами... Подсвечивать... Оттенять... Трай-роков... Потому что... Мы... Ахитекторы... Пользовались цифрографом... Это наш... Так... Знакомый инструмент... Вот... Но... Как бы... Я сделал... Несколько... Много... Достаточно... Много... Таких вот... Рисуночков... Картиночек... И... Через некоторое время... Тоже... Перестал... Ими заниматься... Потому что... Ну как бы... Если... Я действительно делал... На заказ... Да... Мне бы сказали... Это мрачно... Делать... Но я бы... Делал... Надо... К сроку... Сделать... Не надо... Не надо... Слишком... Много... Инструментов... Для того... Чтоб... Выразить... Какую-то... То есть... Надо... Этих инструментов... Ровно столько... Сколько... Надо... Сначала... Конечно... Я читал... После... Заходера... Я нашел... Настоящий... Перевод... Академический... Отличный... Перевод... Ну... Это... Как бы... Образец... Перевод... Переводов... Я знаю... Много... Много... Переводов... Все как-то... По-своему... Стараются... Много... Вот... Юра... Переводчик... То есть... Если... Переводчик... В какой-то... Скажем... В художественной литературе... Вот он хочет... Как бы... Вот как у меня... У меня никто не заказывал... Вот для некоторых людей... Есть такая вот... Попробность... Перевести... То, что... Не заказывают... Любят... Алиса... Ну... Я как бы... Там читал... Алиса... Ну... Ну... Я... Как это... Говорится... Стиктуру... Этот перевод... Он самый... Тонкий... Самый... Культурный... Она... Ей удалось... Передать... Много... Дух... Там... Сама... Алиса... Ее читали... Я, кстати, написал... Что... Пожалуйста... Если будет возможность... Перед... Нашей встречей... Перечитайте... Чтобы... Освежить... В памяти... Алиса... Включает в себя... Кроме того... Что... Переключения Алисы... Они... В основном... Состоят из... Каких-то встреч и разговоров... Очень много... Стихов... Стихи... Как правило... Пародии... Какие-то... Известные стихи... Включая... Мерси и Раймс... Это... Сборник... Народных... Стихов... И прибауток... Классический сборник... Ну что... Посмотри... Справа от тебя... Есть такая книжечка... Вот... Она стоит... Самая... Доставь... Вот... Замечательный... Томик... Такой... Собрание... Там... Тысяча... С чем-то... Этих... Мерси и Раймс... Нет... Вот... Посмотрите... Это... Классика... Фольклора... Очень много... Стихов... Отсюда... В... Алисе... И... Они... Присутствуют... И... Напрямую... И... В виде... То есть... Кэрол... Пародировал... Стихов... Вот... Поэтому... Перевести все это адекватно... Совершенно невозможно... Есть два подхода... Или... Человек... Пытается переводить... Вот... Точный... Вот... Дословно... И... Сопровождать... Какими-то пояснениями... Или... Человек... Находит... Аналоги... Вот... Этим партлёрным... Каким-то... Цитатам... Из... Вот... Ну... Вот... Там... В стишке... Игра слов... Кэтс Бэтс... То есть... Кошка летущая наша... А вот... У... Димурова была... Кошки... Кошки... Тоже... Культурно... Но... Опять же... Не... 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 Не в два слоя... Потому что... Кэтс Бэтс... Тут... Кроме того... Созвучно... Еще и... Игра... Такая... Что... Такие... Летущие мыши... Кошки с летущими мышами... А... Кошки с мошками... Они... Только... Созвучат... Уже... Не... Не... Не сыграны... По... По... Теме... Вот... Ну... Конечно... Я учил английский... Я... В какой-то момент... Понял, что я смогу прочитать книжку... По-английски... Начал читать... Бэкнесс... Со словарем... Все... Вот... И... В общем-то... Алиса мне... Многие годы помогала... Учить английский... Потому что... Очень много всего... Вот... И... Вот... В какой-то момент я начал... Переходить уже... К иллюстрации... Английского... Оригинального... Мы... Ну... Кто знает языки... Люди, кто знает языки... Мы просто счастливые люди... Потому что мы умеем... И можем читать... Литературу в оригинале... Без посред... Без каких-то... Промежуточных... Толкований... Там... Каких-то интерпретаций... Мы можем насладиться... Ну... Реальным... Оригинальным... Текстом... Вот... Ну... Тут возникает... Для иллюстратора... Возникают некоторые... Сложности... Ну... Вот... Я... Рассказывал... Что-то я... Все... Рассказывал... Рассказывал... Эскизики... Даже написал... Две картины... Одна... Там я еще написал... Будущее... Ушла... Там... Или... Может... Рассказывал... А... Одна... Вот... Когда я приехал... В 99-м году... Начала... И... До сих пор... Ну... Она внизу... Если кому интересно... Дольче Айга... Сходите... Сходите... Посмотрите... Ну... Как бы... В принципе... После вот этой серии... Цветных... Этих... Картиночек... Которые... Не... Не до души... То есть... Тебя не... Не совсем... Не нравится... Я их оставил... Ну... Такие... Они веселые... Легкие... На некоторое время я оставил... Вот... Так... Теперь я хочу вот о чем рассказать... Эээ... Это как бы... О... Специфике... Иллюстрирования... Эээ... Ээ... 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 Есть у него... Большой роман... В двух томах... В двух частях... Сильвии и Бруно... Который я... Несколько раз... Порывал... Сочетатель... Смог... Вот... То есть... Это то же самое... Что с этими черно-белыми картинками... Кэролу говорили... Ну что ж написал... Такое... Легкомысленное... Алиса... Какие-то глупые... Там... Странные... Персонажи... Встречай... Что-то для детей... Что-то такое... Нарративное... Такое... Как это... С... Схоластик... Да... То есть... Наверное что-то для... Воспитательное... Ну вот он... Убедили... Убедили... И он написал... Сильную игру... Там она... Кому-то же про детей... Двух... Подростков... Братья... Братья... И сестричку... Королевского происхождения... Ну... Книжка получилась... Скучно... Длинная... Скучно... Там тоже существует... Много... Вставок из... Фольклора... Стишков... То есть... Она... Где-то похожа на Алису... Ну... Ну... Да... Так вот... У... Льюиса Кэр... Есть такое... Такая особенность... На Алиса... Появляется персонаж... И он никак не описан... Он начинает... Алиса с ним начинает разговаривать... То есть... Сказано что-то... Катарь... Или там... Макс... И вот... Алиса начинает с ним разговаривать... И ты уж... Вот... Как читатель... Друг раз... Представил себе... И дальше уже представляешь... А... Например... Вот... В русской традиции... Мышь это... Да? Он... Помолчает... А... У него... Значит... Он встречает... Мышь... Поставил в голове... Третий экспансер... Третий экспансер... Третий экспансер... То есть... Если мы... А... Кстати... Я извиняюсь... Вот это надо сказать... Это... 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 Это картинский... Третий экспансер... Самоволию Исакера... Значит... История... Книжка... Такова... Он... Сначала... Все произошло... Таким образом... Он... Преподавал... Он... Профессор... Крайс Чачковыч... И... Их декан... Э... Э... Декан... Он... Ректор... У него было... Четыре... Четыре дочки... В том числе... Вот... Алиса... Алиса... И... Вот... Кэрол... Примерно... Настоящий... Доксон... Доксон... Вместе с... Еще одним... Профессором... Они... Прогуливали... Девочек... На... Лодке... Катали... И... Кэрол... Как-то так... Начал... Его попросили... Рассказывать... Такое... По глупее... Он начал... Рассказывать... Что-то... Алиса... Сидела... И... Пошло... И... Пошло... И... Остапа... Да... И... Остапа... Короче... Он рассказал... Такую... Интересную... Сказку... Они начали... Вопросить... Запиши... И... Вот... Он записал... Первый раз... Называлась... Элиса... За Джорджерс... И... Он... Написал... Ее... Рукописная книжечка... С его... Иллюстрациями... Такими... Они... Мерами... Ссылками... Вот... Э... Э... Так вот... Э... 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 Во-первых... Сэр... Во-вторых... Есть фотография... Он такой важный... Господент... Это... Э... И... И на этот момент он был известным, популярным и востребованным иллюстратором, прославившимся в основном в Панче. Панче – это же очень концентральное, резкое такое издание, не только с какими-то издательтурными, резкими социальными. То есть он был кто-то, а в литературном мире был никто вообще. Он был предпрофессор университета, у него за плечами, он же писал там какие-то учебники, геометрию и слили написал. Кстати, когда в Виктории, королеве Виктории, ну типа, знаете, королева, что там за шут, что там за шут, что там за шут. Книжечку она прочитала, говорит, а что у него еще есть? Ей приносит, нет ли, книга, еще что-то. Она была несколько разочарована. Так вот, то есть когда он заказал иллюстрации Тенни, раскладка была такая, что, например, он говорил, «Давайте я вам пришлю фотографию девочки, которую продать, вы будете с ними рисовать». А Тоня, вы ему говорите, что девочки все слышали. Ну, в общем, как было так. То есть он потом уже, после биджалиса, после успеха, всего, уже у них немножко вырос. Поэтому, как я сказал, бывает, мы встречаем какого-то персонажа, и потом где-то, потом уже чуть дальше его описали. А мы там же не читаем, мы уже так и говорили себе. Поэтому для иллюстратора важно сначала прочитать все, и потом уже начинать это для себя. Ну, для профессионального иллюстратора я таковым не был. Вот. Например, Катер Пхива. Ну, опять же, Бусы Пхива – это она. А она – там. Алиса – это обращается к нему ссору. То есть, что она. Вот на примере безобразных герцогин. Я несколько хочу сказать этот слов. Поэтому по этой ситуации, чтобы не сразу все описано. Мы встречаем ее в шестой главе. Это же пик. Это что-то из соли. Не вписули. Пик. Так. Насколько достаточно. Берем. Вот. Ну, у нас там девки. Это не было благополучно. Надо посмотреть. Это Ольга. Вот в шестой главе мы встречаем безобразную герцогиню. Сказано, что это герцогиня. Не сказано еще, что она безобразна. Это, как бы, загаданно, герцогиня там, ну, уже «мы» говорили. Там практически ничего такого не говорится. Там потом сказано, что она была безобразна. Но, так что их называют, все безобразно. А если это тоже. Значит, в первой, вот в шестой главе, в первый раз, как она появляется, значит, она просто ведет себя так, что мы начинаем себе представлять, как же самое. Это, собственно, кухня, там, перец в воздухе. Она не обращает внимание. Это сумасшедшая кухарка кидает на суд. Она тоже не обращает внимание. То есть, она грубая. Такая совершенно... Не дружба. Не дружба. Да. Персона. И в конце она бросает ребенка, который держит на руках, бросает овеси. То есть, совершенно дурацкий, какой-то садистский, какой-то жест, который я у себя, в общем-то, довел до абсурда. Там она у меня бросает, я далеко. У меня это сделать, просто я не дружба. Вот. Но вот... Потом происходит другая глава, в которой нет. Берцогине вот восьмой главе, она опять появляется, так, к ракету-королевы. И здесь она уже ведет себя совершенно по-другому. Она встречает Алису, заискивающая с ней разговаривает, такая вот сладкая-бесладкая. И... Хотела даже ее обнять, но испугалась с поминга. И... То есть, понятно, что это такой... Настоящий придворный такой вот тип. То есть, если человек никто, она с ним грубая. Если человек что-то из себя представляет... Ну, если вы пригласили на крокет, значит, что он из себя представляет. Потому что она... У меня какая-то такая закатка. И насилие очень по-хорошему. Вот здесь вот, в этой восьмой главе, наконец, появляется первое определение. She was very angry. То есть, она была очень безобразна. Затем... Говорится, что у нее был очень острый подбородок. И третье, что они говорили... Всего три, как бы, заметки. Третье, то что она была такого роста, что упиралась Алисе подбородком. То есть, она практически была ростным совместом. Как Алиска. Да. Ну, вот, кстати, вот Джон Тенниелл нарисовал... Не нарисовал, не нарисовал. Вот. Вот тут я показываю историю, откуда произошла... Произошел вот этот персонаж у Джона Тенниела. Он опирался на... Квентин Мэйсис, это голландский художник. У него есть вот, вот, гротеск Болгун. Гротескная... Персона. Женщина. А он, в свою очередь, опирался на... Стречда Винчи. Очень ясно физиономически. Копировка. Да. Ну... Разумеется, она тут, конечно, безобразная. Я не знаю. Ну, во-первых, он не по-острому подбородкам. Ну, как бы он так, чуть-чуть треугольноватенький такой и есть. Но не то, чтобы острый. Такой, чтобы вонзиться. Поэтому я пошел по-другому. Тем более, что, в общем-то, в тексте, так сказать, restrictions нет. У меня такая... Во-первых, я пошел во-вторых. Ужас. 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 Как же эта песня была у... Безобразной Эльзи? Ugly and Beautiful. Этот парень, что... Слышь, ты знаешь, в Лондоне... Real Tuesday Well. Ага. Ugly and Beautiful. То есть, вот... Есть, бывают такие... Это же красавицы, которые иногда вдруг как-то... Все тут... Я немножко поспорю еще. Джулия Родинс. Иногда. Бывает. Вдруг уж не срабатывает что-то там со светом, с постановкой. Вот, кажется, в душе не помешло. Страшно. Страшно. То есть, мимолетно как раз. То есть, пошел вот по такому пути. То есть, она как бы... Как бы... Приятная, такая мелодинная, но... Сейчас, все-таки... Угу. Губка откройте, и тут будет ключ. Такой страшный. Угу, да? Ну, что-то такое. Вот. Что-то в двери с нами. Да. Вот она внимательно. Что-то я вам рассказал. Ну, да. Я все рассказал. Ну, то есть, как бы, задача состоится в том, чтобы прочитать, выловить все эти вот указания, все descriptions. Кэрол ведь работал, как бы, сосед Джон Тенниелл, он находился в предыдущем положении. Его принцип, его иллюстрации, это классические иллюстрации. Очень хорошие, российские иллюстрации. И он... Он же работал в паре с Кэролом. И есть, существует множество писем. У меня есть письма Кэролом. А, в том числе, как Джон Тенниелла, где они обсуждают различные сцены и персонажи. Совсем другое история. То, что мы, скажем, соединенные и соединенные должны догадываться, то там он может ему ему сказать. Так это получается. Вот, возвращаясь к безобразным принципам, к лицогильникам. Тут даже не то, чтобы следующее дело вообще в книгу просто. Тут желательно прочитать облик. Потому что вот этот типаж, он перекочевал во вторую книгу, зазеркали в качестве редквита. Редквит. Тогда фигурки точили в тёмной фигурке из красного дерева. И назывались они Редквит. То есть мы... Потом стали называть Чёрный. Редквит. Тот же самый характер. Если, как бы, копать глубже, там, записываться. Кэролом, в том числе, Лис и Лидл. Это была гувернантка этих сестёр Лидл. Мисс Прик. Они её так называли, потому что Прик – это колючка. То есть она такая. В родах она была такая. И вот она, как верцогиня, и как Красная Королева. Во-первых, она любила привлечения. Вот как она говорит, верцогиня говорит, «Я что-то не могу тебе понять, когда ты говоришь, но это ничего по сравнению с тем, что я могла бы сказать». То есть, а Красная Королева говорит, Алиса говорит, «Вот я хочу подняться на этот холм, он говорит, «Разве это холм?» Я видал такие холмы, с которыми это просто равнина. Ну, это уже совсем нонсенс. А разве это нонсенс? Я знаю, какие нонсенсы, с которыми это просто британская энциклопедия. То есть совершенно да, очень похожие, персонажи очень похожи себя любят. А, и ещё из всего извлекают мораль и получают это рисунок. Типа, пока ты думаешь, давай делай реливанс. Не теряй реливанс. То же самое касается и мест. Вот, «Лобсер Кодрилд» это, как по-русски, я помню, «Даска Амара» или «Кодриль Амара». Рисуется, вот у Теннела она нарисована, и потом, огромное количество иллюстраторов, так и продолжали их традицию, рисовали на берегу моря. На самом деле, у Перрала нет указания, что это происходит на берегу моря. А почему они взяли эту сцену? Потому что и Грифон, и Мок Тертл рассказывают стихотворение, в котором, как раз «Лобсер Кодрилд», Танис, Танис, Амара, происходит на берегу моря. То есть, стихотворение. А вот сами они... Непонятно где. Непонятно где. Единственное указание, что когда королева приводит ее к Грифону, оказывается, что Грифон лежит на солнце. Все. Ну вот что и здесь. И все же не попроще. На солнце относился. А Грифон повел ее к Мок Тертл, а Мок Тертл сидел на камне. Тоже все. Что я себе представил? Во-первых, у нас идет последовательная две клавы с этими ребятами. Потом идет Роял Корт. То есть Су. И тут Алиса не просто попадает нечаянно в какие-то места, а тут она и проходит. Скажем, королева ее приводит к Грифону, Грифон ее приводит к Мок Тертлу. А потом Грифон ее опять же берет за руку и они бегут в зал суда. То есть все это где-то близко. Я понял так, что это Королевский дворец. Королевский дворец это Королевская церковь, собор. Где еще быть? Грифону, Горгулем, Химером. Где? На соборе. На уступах соборе. То есть это вот такие персонажи. Вот оттуда. И вот он лежит себе на солнце. А на камне Мок Тертлу. На каком камне? Вот я себе представил, что это Таршик. Очень-очень невероятно. Королю к королеве Грифонский император повалился. Вот он сидит себе. А потом они, значит, бегут. Ну, тут я уже не знаю. А, там я покажу. Потом они уже бегут в зал суда. Тоже это все. Все на дворце. Вот. Что это такое? Ну, в общем, смысл такой, что, как бы я не старался, скажем, следовать тексту, но и в тексте очень много умолчания. Вот. Теперь. Мне очень нравится, ну, всегда нравится, когда в детских книжках, сказках рисуют карту. Страна Ось, да? Страна Живенов, Страна Живенов, Страна Живенов, Изменов, город. Все так интересно. Вот. Текст фильма есть. Да. Кто развивает воображение ребенка? Ну, не то что ребенка. То есть, я вот, мне нравится, я не знаю, про ребенка. Мне нравится. Я открываю книжку, я вижу там, вот ты сюда, пошел туда. Я пошел. Вот. И хотелось, вот, солистить, вот поступить. Но, тут я столкнулся с такой, я стал рисовать, как бы. Сначала вроде как есть там какая-то последовательность. Какой-то утренний лежит, там, круглящая нора, потом какой-то там коридор, зал, и потом она выходит в сад. А потом уже начинаются такие вещи, что она вдруг попадает куда-то. Вдруг. Раз и попало. И, то есть, как бы, чем больше я думал об этом, я больше приходил к такому поводу, что это, скорее, не сказка с каким-то последовательным перемещением. Это как построено по методу пьесы. То есть, вот открылся занавес. Новые сеттингс, новые какие-то декорации, новые персонажи. Ну, или, ну, там, новые и все те же, да? Все те же. Поговорили там, подкрали акт, закрывается занавес, открывается совсем другое. То есть, это более театральное такое, нежели приключенческое. Тем более, весь экспорт у него на разговор. И, в том числе, именно размышления. Поэтому я отказался от этой идеи. Вот, вот она бежит с Грифоном. Тут вот ее провожают. Мактезлова. Они бегут там по дворцу. Идут в зал суток. Вот. Вот это то, о чем я сказал. Вот. Кончилось с тем, что я сделал... А, я хотел же эту карту разместить на фазах. Энт Пейпен. Ну, кончилось с тем, что я Энт Пейпен с заполненными персонажами. Просто. И, в этом, моя идея про карту завершила. А? Нет. Может быть, я когда-нибудь придумаю покупать, но слишком сложно удачу. Не стоит прямо на дорогу. Вот. Значит, когда я приступил где-то в 2005-м, 2006-го приступил, уже, собственно, в книжке, то есть, что меня подвигло на книжку? Я же рисовал всякие скетчики, пробовал разные техники. И в какой-то момент я нашел вот это решение. С вот этим коричневым, черно-белым, и что вокруг текст тоже. Значит, решение это мне подсказало, что надо такие вот здесь, вот с помощью вот этого вот такого приема, обобщающего, я смогу организовать всю книжку. То есть, как говорится. Получилось не так, что я решил сделать книжку, и потом придумал концепцию. Нет. Когда я сначала пришла в концепцию, тогда я понял, что я смогу всю книжку завершить и избавиться. Мне надоело. В каком-то смысле. Не видно. Ну, вторая. 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 Вторая, когда закончится, тогда уже... Ну, тогда же все. что суть этой концепции. Ну, это, кстати, не характерный пример, потому что это начало главы. Начало главы я так сделаю немножко по-другому. Ну, в общем. То есть, есть иллюстрация к действию. То есть, Алиса, скажем, с королевой идут по дворцу, значит, они сейчас идут. И есть, как бы, рама такая, черно-белая, рисованная, и все это утекается текстом. И вот, значит, что эта рама означает? Она, ну, как бы, кроме того, что это декоративная такую функцию имеет, что она, как бы, и отделяет от текста, и в то же время соединяется. Еще она несет в себе такие, как бы, нарративные функции, поясняющие. Потому что очень много разговоров, которые не являются действием, как их рисуют, да? Но они интересны с этим. Много каких-то cultural references, то есть, обращений к каким-то известным источникам всему. Вот поэтому много это тут, например, вот здесь. Значит, Алиса ловет за мышью. А, Алиса захотела завязать разговор. И все, что она знала о мышах, она знала маленькую, такую маленькую фразу из уроков французского. О, мышь, что-то там, не помню, боитесь ли, или кошек. И она обратилась к ней по французскому. Она мочет, и не помню, как. Я не знаю, как это было. Обратилась, мышь, значит, от нее стремглав сбросилась. Она кричит, извините, извините, я не знала, что вы французская мышь. И вот здесь вот нарисован вот эта картина знаменитая «Свобода на баррикадах». И вот вместо гавроша у меня тут эта мышь присутствует. То есть это вот французская мышь. А потом Алиса говорит, ну давайте поговорим о чем на другом. У меня есть кошечка Дина. Она так хорошо ловит мышей. Мышь обжезла, вот там хватается на голову, ой, извините, извините. Вот появляется у нас Дина. Значит, потом, ну давайте не будем про кошек. Давайте я, у нас вот соседский перьер. Так он не только всех крыс, он еще и на шее переломит. И вот тут интерьеру не появляется. То есть, понимаете, то, что не включено в самодействие, вот в этих присутствует вот в этих, как бы скажем, рамочках. Рамочкой или занавес, или Кулиса. То есть это тоже такой театральный момент. Вот. Ну вот, практически все, о чем я сейчас рассказал, присутствую здесь. То есть мне очень нравится всегда, как бы, работать с текстом. Вы знаете моего, как бы, не хантит, а пролива. Там я уже, как бы, в полный рост попорвался с текстом. И в фонты играют, и все. Ну, здесь, как бы, только-только лишь вот плывучесть этого текста. Я, как бы, в книжке больше, здесь меньше, потому что тут какой-то текст я не сниму. Вот. Вот. Что касается начал глав, тоже была такая выработанная структура, то есть коричневая, обрамление, текст. Но тут немножко другое. Тут, значит, конечно, буквится тоже с какими-то символами. И вместо иллюстрации к действию здесь какая-то символическая картинка, которая, ну, как бы, дает намек на тему... Место действия, да? Да, на тему главы. Вот. 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 Ну, вот мы же приближаемся к концу. Как иллюстрировать аресты, я не знаю. То есть я как-то не могу давать совет. Во-первых, я не, по большому счету, не профессиональный арестат, а то есть у меня человек, который привязан к издательству и заказов, их выполняет. Вот у меня получилось таким вопросом. То есть как-как делал я, я вам расскажу. Вот. Вот. И вот. Всё. В 2009 году. Это мне учили премию за эту книжечку от IBDI Canada. IBDI International Board. Book. Book for young people. Что это такое?